У меня такая классная дачка, участок 9 соток, вокруг лес, речка. Ну, правда, один минус, за родниковой водой надо метров 500 идти. Ну, это же ерунда, правильно? Когда такая идиллия. И вдруг на моём участке родник забил. Вот такой дар природы. Ну, соседям водички не откажешь, правильно? Вот справа от меня там живёт этот Али Таджик, классный парень, всегда поможет. Он такой вообще чудной. Пришёл к председателю нашего товарища, говорит, дай-ка землю под люка. Ну, тут на неё как зарычит. А Али, ну, не хочешь давать землю под люка? Дай под чеснока. А, ну, как ему водички отказать, правильно? А слева интеллигентный такой этот Дмитрич живёт. Ну, правда, у него слабость маленькая, любит принять. На грудь, ну, культурный, всё тихо, спокойно. Его недавно по пьянке молнией сандерахнуло. Ему хоть бы что. Он говорит, а я думал, меня фотографируют. А напротив такой этот заядлый грибник Афанасьич. Тоже классный мужик. Он меня всё там насчёт грибов наставлял. Грибы, говорит, разные бывают, говорит. Одни, говорит, тебя накормят, другие кино покажут. Ну, ему что же, водички не откажешься, правильно? Ну, а забора-то нет у меня. И, значит, стал, а остальной народ смотрит, мои соседи, значит, ко мне за водичкой ходят. И тоже пошли. Сначала, значит, извиняюсь, там робко такой, извините, ой, какой вы прекрасный человек, выручили. Потом я смотрю, пошли, значит, твёрдым шагом, уже не извиняясь. Мне даже пару раз замечание сделали, чтобы я не лез за водой без очереди. Ну, тогда я решил отгородиться. Ну, договорился с Али, чтобы он, значит, сделал забор. Ну, поняв, что я, значит, хочу отгородиться, к нему, значит, подошли пара местных амбалов. И так задушевно спросили, как думаешь, вот почему, когда ударили по левой щеке, да, надо сразу же подставить правую, чтобы челюсть встала на место. Али думать забыл о заборе, потому что понял, что речь идёт об изменении формы черепа. Тогда я стал взывать к людской совести, начал с пенсионера Матюшкина, ну, он такой бывший военный, одинокий, у него на заборе это объявление висит. Хочу, значит, познакомиться с активной темпераментной женщиной. Коротко о себе. 30 соток огорода. Ну, я к нему, Сыжой Петрович, говорю, я ж по вашему участку не хожу, а он говорит, это неправильно. Люди должны ходить друг к другу за радостью общения, понимаешь, без приглашений. Вот я к тебе и хожу, а ты ко мне ходи. Ходи, мил человек, сколько надо? Я говорю, да мне не надо. Не надо, не ходи. А надо, ходи. Чё нам с тобой делить? Мы с тобой родственники. Моя кошка от твоего кота забеременела. Он мне как зять. Не, ну чё делать? Хоть дом продавай. Ну, вот оно спасение. Собачку у бабы Сюни купил по кличке Тайсон. Этот Тайсон, он умный, он всегда, это, лапу даёт по команде маникюр. Тайсон озорной. На всех летит, как снаряд. Этот наш дачник Упырёв в бёдра побросал, еле от него путёк. Стоит бледный. Я говорю, ну что, собачку испугался? А он, ничего не испугался. Но памперсы поменять надо. И, наконец, тишина. Все, значит, уныло, побрели, значит, за водичкой за 500 метров. И, значит, только и слышалось в мой адрес. Чтоб ты, паразит, своей рожей об забор чихнул. Чтоб тебе коровы всю жизнь выменем фигу показывали. Смотри, этот Упырёв идёт, значит, с огромным арбузом. Ну, я ему так в шутку говорю. Угости арбузиком. А он мне, на, кусай. Но тут природа вот великую мудрость совершила. Всё. Пропал у меня родник. И у этого вылез, у Матюшкина. Ну, который говорил там о радости общения, что люди там должны друг дружке просто так, без приглашения ходить. К нему сейчас. Так хорошо пошли, такой дружной толпой, прямо по грядкам. Он о радости общения мечтал. Он от радости наголо постригся, чтоб не рвать на себе волосы. Он же неделю под капельницей лежит от самогонного аппарата. А вот, знаете, вот если так вот, по большому счёту, то я вот думаю, когда-нибудь наступит такое время, когда вот человек, оказавшийся в моей ситуации, скажет, милости просим ко мне за водичкой. Люди добрые, шо ж вам в такую даль мотаться? Не обидьте отказом. А люди добрые скажут, да вы что, как можно такой толпой беспокоить хорошего человека? Как можно превращать вашу жизнь в ад? Ну, если только шо бы не обидеть. Как-то я прогуливаюсь по улице, завидую сам себе, своей холостой, счастливой жизни, и вдруг она, такая симпатичная, с колдовскими чарами, примерно четвёртого размера. Я говорю, девушка, можно с вами познакомиться? Нельзя. Категорически. И не надо. Ну, как же не надо? Когда я вижу, что вам надо. Не, ну вот мне только что, категорически отказали. Я вам, конечно, отказал и категорически, но не наотрез. Радуйтесь. Вы, говорит, последний, с кем я познакомилась. Хорошо. Я скажу, чтобы за мной больше не занимались. Я знаете, вам что скажу? Что плохих мужчин не бывает. Бывает мало цветов и шампанского. А сейчас будет много. И я её так потихонечку подтолкнул к дверям ресторанчика. Ну, пошли в ход цветы, шампанское. И я под звон бокала заливал. Какой я ценный работник. Что меня на работе охраняет. Храняет лично японец-каратист по имени Мочи ногами. Ещё пара рюмочек. Я ей говорю, но посмотрите, говорю, в мои влюблённые глаза. Что вы в них видите? Она так присмотрелась, прищурилась. Говорит, там у вас темно и какие-то заросли. Я говорю, да ты в глаза смотри, а не в ноздри. А за десертом она мне сказала, у меня такое впечатление, что у вас не все дома. У меня вообще дома никого нет. Я говорю, знаете что? Вот у меня в спальне, значит, висит такие часы старинные, большие. Давайте поедете ко мне, посмотрим, сколько время. Она мне так ехидно вас говорит, случайно эротические сны не мучают? Я говорю, нет, только радуют. Ну и тут она вдруг сказала, давайте завтра, здесь же, ровно в семь, за этим столиком, и исчезла. Только она уехала, я сразу стал по ней скучать. На следующий день, с утра, значит, поиграл бицепсами, торсом, и так что-то захотелось загубить свою молодость и жениться на этой сумасбродке. Ровно в шесть вечера я одел галстук-бабочку, которую я купил в магазине, все для понта, и понял, что никуда не пойду, потому что не захотелось порти вчерашний вечер, потому что мне за ней не угнаться с моими доходами, надолго меня не хватит. Такую, думаю, в Куршавель надо везти, на горный курорт, а не возить по этим кабачкам, сели-поели. Ну и зря говорят, что деньги это зло. Зло так быстро не кончается. В семь вечера позвонил, я говорю, ты знаешь, я не приду, хотя я ужасно соскучился. Она говорит, а я тоже не пришла, я сейчас дома, а почему ты не пришла? Потому что, что и ты не захотелось портить вчерашний вечер. Зачем праздники переносить в будни? Нет, почему ты не пришла? У тебя что? Кто-то есть? Да, у меня есть. мальчик, и нам надо уроки делать. Вот только, что только, ты насчет денег, а меня, говорят, деньги не волнуют. Мне просто надо, чтобы муж все время был веселый, а если у него не будет денег, он будет грустный. и вообще, и я не собираюсь, курсовель, я, например, хочу в Прагу. Слушай, Прагу, Прагу я потяну, я потяну Прагу. Но ты же не пришел, а я уже выезжаю. Куда? Ты еще спроси, к кому? Ты у нас в семье будешь, знаешь, кем? Самой главной дурочкой. Вы знаете, вот я вот к тещам я нормально отношусь. У многих с тещами там конфликт, даже война. Вот я честно говорю, вот мне моя в радость, потому что я ее как-то, ну, через юмор воспринимаю. Она у меня в Сибири живет, в Томске, но я ее так, любя, зову Сибирская язва. Ну, любя. Она, когда последний раз прилетела, да, мы как раз перед этим сыну канарейку купили. Я ей милости просим, дорогая, Вероника Драконна. Я говорю, вы канареек любите? Она мне, не беспокойся, я ем все. Ну, попили чайку, значит, по рюмочке пропустили, тут она, значит, меня под локоток, ну, и в сторонку, ну, чтобы поговорить по душам. Ну, это она любит, так слегка в душу слазить. И прям конкретно, так, давай, говори, ты, Лизке, дочке моей, изменяешь? Я говорю, ну, а кому же еще? Я смотрю, у нее мимика окаменела. И она стала так, это, воздух, знаешь, полной грудью набирать, ну, чтобы на меня прыгнуть. Я говорю, шутка. Я говорю, вы же знаете, Вероника Драконна, что у нас двоеженство очень строго карается двумя тещами. Шутка. Все шутишь? Я что, не знаю, что к тебе бабы липнут? Я говорю, есть у меня знакомые женщины, а ты не знакомься, скажи, не имею права, у меня дома жена. Я говорю, ну, вы научите. Это, знаете, все равно, что сказать, я не буду мороженое, у меня дома пельмени. Не, если ее через юморок воспринимают, все нормально. Вот у тести с юмором, так сказать, напряженка, ему с ней тяжело. Она же в молодости работала все время, это, проводником, это, на скором поезде, и с тех пор все время дома туалет на ключ запирает. Тесть с разбега уже три двери высадил. Не, ну, я ее, конечно, уважаю. Я, например, вот по мобильнику я громко разговариваю, чтобы ей слышно было, а то она однажды так вслушивалась, что ей ухо судорогой свело. Ну, перед сном, значит, все форточки подкрывала, ей там воздуха-то не хватает, да, в Сибири побольше, да, ну, значит, легла, заснуть не может, все, ворочается, ворочается, но я ей таблетки снотворные принес, я говорю, вот вам, значит, таблеточки, да, говорю, на четыре дня. Она мне, я не хочу спать так долго. На следующий день, значит, поехали на дачу за свежим воздухом. Ну, значит, только переоделись, она мне сразу, значит, выговор, что, мол, нехорошо, мне перед ней вот так ходить вот в шортах. Я говорю, ну, переоденемся. Я говорю, ничего, что вон напротив у соседа корова без лифчика. Кстати, у соседа двойное горе. От него жена ушла, а теща осталась. Ну, я, значит, естественно, переоделся в эти пижамные штаны, так она мне, ты пижамные штаны, задом одел. Я говорю, ну, задом, ну, ну и что? А откуда вы знаете, куда я иду? Перед сном захотелось ей погреб осмотреть. Я говорю, может, до утра подождем? Лестницы крутые, там это, света нет. Ничего, я тебе посвечу. Полез, как альпинист, значит, на эти лестницы прибежала. Куда светить? Спасибо, мамулечка, уже внизу лежу. Утром, значит, что-то решил что-то приготовить, сделала, значит, салат из побегов молодого бамбука. Ну, заправили майонезом, сидим, едим. Тут меня осенило. А где мои удочки? Две свежих удочки в салате. Ну, потом сел в телевизор, смотрит, смотрит все подряд. О, к мексиканскому этому сериалу прикипело. Смотри, смотри, как муж любит жену, как надо любить жену. Я говорю, а знаете, сколько ему за такую любовь платят? А я доброволец. Потом, значит, ее на философию потянуло, мне говорят, вот, если бы ты нашел миллион долларов, чемоданчик с миллионом долларов, ты бы его отнес в милицию? Я говорю, а как же, если бы я точно знал, что его потерял бедный человек. потом кроссворды, значит, стал решать, решает кроссворды, и, значит, вслух так, кровососущее существо из четырех букв. Я говорю, что, теща, что ли? Тут что-то обиделось и на выход. Я говорю, мамулечка, куда же вы, на такую ерунду обижаться? Тут жена, зачем ты так не любишь мою мамочку? Что она тебе плохого сделала? Тебя! Ну, в общем, кое-как успокоились, через три дня, значит, отвез ее в аэропорт, значит, со всеми почестями. Она, значит, пожелала, чтобы мы с Лизкой жили долго и счастливо. Я говорю, мы и так живем долго и счастливо. Вот первый медовый месяц, значит, да, жили счастливо. Теперь каждый день долго. Вы только не подумайте, что я хочу сказать, что Вероника Дракон плохая, я хороший, но скорее наоборот, она хорошая, я плохой. Просто мы очень разные, а разные люди должны жить в разных квартирах, на разных улицах и в разных городах и любить своих тещ на расстоянии за то, что они подарили нам своих необыкновенных дочек. И если даже качество подарка хромает, и они нам под музыку Мендельсона впарили не совсем то, все равно всегда будем помнить, кому мы обязаны своим счастьем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ радостно сообщила, подъехавшая к кораблю небольшая китайская делегация в миллион человек. АПЛОДИСМЕНТЫ И он то ли там шутку, я не знаю, то ли всерьез вырвал у нее сумочку. Но она такая ловкая оказалась, успела схватить его за ногу. И так схватила, что мотоцикл уехал без него. И она, знаешь, с ним осталась на шоссе вроде как с ребенком на руках. Он думал, что она его в милицию отнесет, но она его отнесла в ЗАГС. И сейчас они очень счастливы. Он живет по месту лишения свободы. У нее дома. Не, ну, круизы, они как-то, знаете, по-хорошему раскрепощают. Мужички там за чашечкой кофе хвастаются своими амурными победами. Один говорит, у меня, говорит, женщина была, как на деревьях листьев. Другой, у меня, говорит, как звезд на небе. А там грузин был, говорит, манку знаешь, семь мешков. Бразилия, ну, веселая страна, но, знаете, такая немножко аминтеристичная, что ли. Так мне показалось. Ну, еду в автобусе, со мной, знаете, стоит молодой человек, я его спрашиваю, простите, говорю, что ваша рука, говорю, делает в моем кармане. Он говорит, ищет спички. Я говорю, что, не могли попросить, постеснялся. На памятнике старины у наших отношение такое, ну, своеобразное. Пизанская башня покосилась, памятник старины. Наши вообще в шоке, говорят, ну, это, говорит, вообще, говорит, цирк, башня покосилась, падает. Строители, говорит, схалтурили же явно. У них памятник старины. Если бы, говорит, у нас вот то, что покосилось, за памятник бы считали, у нас тогда вообще страна-музей. Выяснилось в круизе, что у наших очень своеобразные организмы. Больше литра выпить могут, меньше ста грамм нет. Мне бармен сказал, ты знаешь, говорит, вот у иностранцев, у иностранцев вроде как четыре сезона, да? У ваших, у русских два. Пивной и водочный. Я помню, там один там итальянец, но решил своему другу Марио там это сюрприз сделать. Он говорит, давайте его, говорит, разыграем. Давайте ему в чашку вместо чая, говорит, нальем коньяк. Там наш турист Федя посмотрел, говорит, слушай, давай лучше меня разыграем. Египет запомнился опять же нашими. Ну, там в Египте отдыхают как? По принципу все включено. Поэтому там едят по принципу сколько влезет. Ресторан, светский стол, горы мяса, наши, за два часа превращают эти горы мяса в голую равнину. Выходят из ресторана глаза на лбу, рот раскрыт, люди пытаются дышать, но туловище забито продуктами и воздух в грудную клетку не поступает. Так что дышат уже не ртом, а кожей. Кожа натянута так, что вот на животе одно неверное слово и живот треснет. Ну, смотрю, наши уже выключаются в повалку, укладываются вокруг бассейна, в попытке переварить вот это все. Ну, зрелище с картины поле после битвы. Ну, через часок смотрю, топчаны заскрепели, наши зашевелились, снова включаются и на лице выражение «Чего бы поесть». и вот так десять дней, а через десять дней оттянувшиеся едут домой и в глазах «Но погоди, Египет, я еще вернусь и доем». Такие они иностранцы, вот такие они мы. Ну, вы знаете, мне кажется, мы как-то подушевнее, ну, побесшабашнее. И если иностранец мечтает накопить миллион, то наш мечтает его потратить. Чего-то с женой в последнее время хуже жить стали. Не, я не хочу сказать, что я уже ее совсем не волную. Волнуется, конечно, если я, например, с улицы в ботинках по ковру. Это ее возбуждает. В экстаз может войти. А вот, знаешь, так вот, чтобы от одного моего вида, ну, начинаешь намекать на эти, на супружеские, сразу «Отстань! Я из-за одного колоска комбайн заводить не буду! комбайнерша!» А тут у нас недавно один мужик лекцию решил прослушать про женщин, потому что его жена тоже дома затуркала с тобой заниматься любовью. У мужика день неудачный был. В тот день даже доллар упал. Ну, мужик расстроился, на лекцию пошел, чтобы узнать, в чем дело, что не так. А лекция, лекция, как-то по-хитрому называлась, лекция называлась, позабываю название лекция, а, во, помнил, лекция называлась «Урогенные зоны». Во! Ну, значит, мужик с лекцией приходит и рассказывает, говорит, лектор сказал, говорит, если, значит, до этих зон, говорит, грамотно дотронуться, женщина, обрабатываются, и у них проявляется интерес. И вот же еще этот мужик говорил, то, что лектор сказал, во, мужики, запоминайте, лектор сказал, дотрагиваться, говорит, обязательно надо вот этими, во, подушечками пальцев по часовой стрелке. Понял? По часовой, а то не туда заедешь. Лектор сказал, надо, говорит, стараться, говорит, обязательно, говорит, в нерв попасть. Костя сидит, улыбается, что вы улыбаетесь-то, знаете, хоть, где эти зоны, не там, не там. Лектор говорил, на затылке, за ухом. Я сам не думал, что так далеко. А у нас мужики, кто по два, кто по три раза женаты, вообще ничего про эти зоны не слыхали. Кинулись на все, быстрее домой, новую жизнь начинать. Я тоже позвонил, мне моя открыла, я на нее так многозначительно поглядел и за ухо крутанул. По часовой. Сморю, в нерв попал. Знаешь, у нее так взгляд остановился, она вот этим пальцем вот тут, как отверткой крутить стала. И чернокуни, рванула, картошку чистить. Ну, может, чтобы от своих сексуальных мыслей отвлечься. Я-то ей остыть не даю. Она картошку чистит, я сзади забежал, как мужик учил, и шурую вдоль позвоночника подушечками пальцев по часовой. Я смотрю, ее чувствуя переполнять стала. Знаешь, спина задышала, от затылка пар пошел. Она руками-то всплеснула, и этот, плафон от настольной лампы у меня на голове оказался. Хотя не мой размер. Целый час снять не мог. В общем, короче говоря, у нас на следующий день из семи мужиков никто на работу не вышел. Все семеро легли на бюллетень. Причем двое без памяти. Смирнов пришел по локоть в гипсе. Плакал, рассказывал, как он своей клавки в час ночи по коленочке водил. подушечками пальцев по часовой. Понимаешь, нам так получилось, что эти его подушечки шершавыми оказались. К лавке показалось, что по ней рашпилем водят. И она с просоми все его ласки об коленку хрусь и переломила. Кирюхин Кирюхин с двух ночи до пяти утра своей Верке под лопаточкой щекотал, пока рука не отнялась. У той ни в одном глазу. Под утро ей показалось, что по ней насекомое ползет. Она хлопнула. У Верки ладошка как противень. Кирюхина со стороны затылка накрыла. У него в раз все урагенные зоны отрубились. Его теперь не выписывают. Он не может вспомнить, что ему от нее надо было. Лектор вызывали, что ты сделал, иди, успокаивай людей, объясняй, есть зон и нет зон. Приехал лектор, вот такой мордоворот, весь в шрамах. Все, кто-то себе испытал, пять раз женат был, у него пять сотрясений было. Вышел и говорит, я, как специалист, ответственно заявляю, что у жен, говорит, у райенной зоны, говорит, есть, вот так и сказал, есть. Но правда добавил, только говорит, у чужих. Если честно, я я даже не знаю, как меня зовут, потому что я пока что еще в планах, в мамином животе. Но я точно знаю, что я мальчик, я все слышу и кое-что понимаю. Мама сейчас мне имя подбирает, ну, так присматривается, кого как назвали. у нас во дворе такой цыган Витька, он своего сына Людовиком назвал, ну, потому что он у него 14-й. А соседка Галина Васильевна своего мальчишку назвала Кузей, и теперь она Кузькина мать. Это Галина Васильевна, она все маме советы дает, все ее учит. Значит, говорит, салатик съешь сама, а тортик отдай врагу. И съела весь тортик. Ну, а сейчас вся родня за маму волнуется, вот этот мамин папа, ну, мой будущий дедушка, у него во сне эта грелка протекла, и он со сна кричал, быстрее, немедля, скорую, воды отходят. А папашка мой, Славка, ну, на первый взгляд, образование, значит, высшее, а соображение среднее. Даже вот эта женщина, которая в ЗАГСе их регистрировала, она ему сказала, что на вопрос, хотите ли быть мужем, надо отвечать да, а не будь, что будет. А подруга маминкина, Валька, вообще дрянь, советовала маме от меня избавиться. Валька все из себя секс-бомбу строит, а сама худющая, как секс-петарда. А че, мне тут в животе у мамочки хорошо, я никуда и не тороплюсь, а че я там у вас не видал? Ваших проблем проблемы начинаются с детского сада, а потом школа, 11 лет каторги, учебный год, 9 месяцев, как беременность. Оточнить начинается второй недели. У тебя тоже детишки там, не подарок. Вон, мама говорила, вот этот ее знакомый Дрюкин, он, значит, своему кольке, он в 6 классе, значит, много денег дает, карманных, и этот его колька, вместо того, чтобы на уроке труда копать грядки, нанял бомжей. А мы сегодня с мамой в автобусе едем, значит, а там час пик, и какой-то мужчина сзади ее спрашивает, вас, говорит, на следующий выносят? Ну, мы, значит, вышли, он, значит, маме комплимент сделал, говорит, какой у вас, говорит, прекрасный цвет лица по всему телу. Спросил это у мамы, говорит, ваше, говорит, сердце занято? Вообще, странно, да? Мы же беременные. А мама сказала, что сердце занято, и телефон не дала. Че ты выдумываешь? Кем занято? А это Вова, он хороший, он домашний. Ну, как сказала одна женщина в консультации, женщине, для счастья нужен мужчина, а для головной боли муж. Во, кажется, начались эти, как их там, схватки. и тетка-гинеколог приглашает выходить. А, сейчас, лучше, вон, сама сюда залезай, близнецом будешь. А если что, нежная и ласковая рука, нежная мамина рука, мамочка так гладит, аж дух захватывает, значит, я ей нужен, значит, она меня любит, значит, надо собираться. Мама кричит к гинекологу, вы, только поаккуратнее, вы, говорит, голову ему не оторвите. А эта врачиха говорит, ну что вы, говорит, нас за это ругают. Ну, как говорится, вперед из песней. Ну, я прорываюсь. Привет, ребята. Мой выход. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ. На 31 декабря пригласили домой Деда Мороза и Снегурочку. Ну, понимаете, так получилось, они приехали 2 января. Да, ну, там, за пар. Снегурочка, такая женщина в соку и Дед Мороз в винном соусе. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Представился, говорит, решите, представится Дед Снегур и Морозочка. АПЛОДИСМЕНТЫ. А жены уже дома не было. Ну, уже 2 число поехала там поздравлять свою сестру Нинку. Ну, и сразу мне, значит, Дед Мороз по-свойски намекнул, что шлаки лучше всего растворяются в алкоголе. Ну, желание гостей закон, там, седимность, растворяем шлаки. Дед Мороз там, ну, рюмочка за рюмочкой, там, рассказывает, там, о своей жизни. Шутками, приповодками, что он там из села Фуфлыжное. Улик там большое село, значит, 2 школы и 4 вытрезвителя. Ну, значит, сидим-сидим, вдруг я смотрю, Снегурочка растаяла. Ну, вот буквально. Ну, все, спящая красавица. Дед Мороз в панике, говорит, у меня еще, три вызова. Вы, говорит, не возражаете, если, значит, она у вас тут полежит. Я, значит, три квартиры, а бегу и потом вечером ее заберу. Я говорю, ну, какой вопрос? Скажем же, может случиться, правильно? Тем более, жена только, это, утром приезжает. И, знаете, Дед Мороз умотал на свои вызовы. Ну, значит, проходит вечер, уже дело к ночи идет, Деда Мороза нет. Снегурочка по-царски так раскинулась в беспамятстве на кровати, а утром жена. Не, ну, она у меня женщина домашняя, но может стать дикой. Если увидеть в кровати посторонний, неодушевленный предмет. Потому что, это очень трудно будет что-либо объяснить в промежутке между ударами по голове. Я бегу в квартиру напротив. Там у меня лучший друг Мишка. Он как раз телевизор смотрел женский футбол. Ждал, пока начнут обмениваться майками. Я говорю, Миша, выручай, посмотри, говорю, что у меня в кровати творится. Мишка посмотрел, говорит, красивая. Я говорю, что красивая? Моя мучка, она мне же всю ауру поломает. И мы с Мишкой перекатили эту снегурочку в простыню и аккуратненько перетащили ее к Мишке. На Мишкин диван. Фу. Жена приехала утром, как и, значит, положено было, в 8 утра, довольная. У ее сестры Нинки этот родился мальчик. Я говорю, о, мальчик, это хорошо. Мальчики, говорю, орут до 4 месяцев, а девочки до 40 лет. А Майем, я спрашиваю, ты там без меня, значит, это, не шалил, значит, хорошо себя вел. Я говорю, во, вот так, отлично вел. Скучал. Мне вообще, говорю, даже сон приснился страшный, что я женюсь и снова на тебе. Ну, в общем, захожу к Мишке. Мишка, значит, невеселый. Сказал, что за такие вещи в Африке топят в дельте Нила. Снегурочка у него. Никуда, значит, уходить не собирается. Сказал, что будет, знаешь, ждать Деда Мороза, потому как это ее дядя, который, знаешь, по пьянке нарядил ее с Снегурочкой. Она, значит, приезжая, адреса не знает, ничего не знает. Знает только, что ее зовут Даша. Еще знает, что ей скоро 50. А пока 30. Мишка говорит, я пытался там за ней приударить, да? Я ей говорю, девушка, вы там, я так понимаю, на грани замужества вам репетитор не нужен? Она в ответ фырк. Я говорю, Миша, не расстраивайся. Женщина говорит, Миша, как паркет, не хочет клеиться, забей. Сейчас, главное, это найти Деда Мороза. И тут нам участковый подсказал, вашего Деда Мороза надо искать в 58-й квартире. Там, говорит, одинокая Марья Петровна живет, одинокая грелка. У нее каждый год Деда Мороза пропадают. Кинулся я в 58-ю квартиру, но точно сидит мой Дед Мороз, борода на бекрень, копыта в разброс в обнимку с этой хозяйской собачкой. Ну, я ей на всякий случай конфетку там это сунул, чтобы задобрить. И кричу, Дед Мороз, привет, говорю, тебе от Снегурочки. А Марья Петровна ягод теперь у него Снегурочка. И, пожалуйста, говорит, не кормите собачку. Тем более, что у нее голова с другой стороны. И тут Дед Мороза как только мама родная, внученька, Снегурочка, в двое суток в чужой кровати я тут совсем мозги пропил. И, значит, он к Марье Петровне, говорит, Марья Петровна, ну, я, говорит, надеялся найти в твоем лице эту вторую половинку, ну, вот, примеряли ведь, не мое. И к тому же, у тебя же, говорит, искры нет, а Марья Петровна, это у меня искры нет, это у тебя, говорит, проблемы с зажиганием. «Нужен ты мне больно, говорит, с таким пузом». А идет Мороз, это, говорит, не пузо, это холм слабая. И, значит, мы рванули до дома, и мы прибегаем, я кричу, «Даша, получай своего Деда Мороза, освобождай Мишку». А Мишка поздно. Она, говорит, мне уже всю мебель переставила, борщ мне сварила из мозговой косточки и так, знаешь, нежно спросила тебе мозги выбить. Так, что, говорит, готовься, говорит, к свадьбе. Я говорю, Миш, ты что, ты сбрендил, что ли, Миша? А Мишка, а я, знаешь, я читал, все, говорит, женатые мужики живут дольше. Я говорю, мучительно дольше, Миша. Мучительно. Это же катастрофа. А Мишка, это, говорит, не катастрофа. Катастрофа, знаешь, когда? Когда аллергия на пиво. А женитьба это счастье, которого не удалось избежать. Я, директор ЗАГСа, свожу и развожу в разные стороны. Помню, одна женщина жаловалась, говорит, что у нее муж, говорит, такой, говорит, бесчувственный, такой бесчувственный. Я, говорит, на даче в погреб свалилась, повисла головой вниз, два часа истошно орала, он ноль внимания. Мужу спрашиваю, что же такое за безразличие? Тот говорит, откуда я знал, что она повисла? Она всегда так непрерывно орет. Я думал, мы нормально разговариваем. Я, знаете, на что обратил внимание? Женщины не любят ни везучих, ну и прочих там, недотеп. Вот, казалось бы, муж не курит, не пьет, но радости в таких семьях, как правило, маловато. Помню, одна женщина пришла разводиться с таким вот нескладным супружником, но он и правда нескладный, у него даже фамилия капец. Она мне рассказала, он, говорит, недавно понес в поликлинику анализы сдавать в спичном коробке. Весь день его не было, вечером заявляется, весь избитый, в синяках, живого места на нем не было. Ничего, говорит, не помню, помню, какие-то мужики спички попросили. Я говорю, может, не будем разводиться? Коней, как известно, на переправе не меняют, она мне, правильно, коней не меняют, а слов. Много разводов и за измен, тоже помню, одна довольно интересная парочка, муж говорит, ну, что-то нашло, ну, какое-то, ну, помутнение, рассудку, ну, ну, сидел в гостях, я же двумя танками, кто-то предложил загадать желание, так получилось, что он оба желания исполнил. Жена сразу на развод, я говорю, ну, зачем разводиться, он ведь вас так любит, вы у него самая любимая, она мне была бы самая любимая, он бы не изменял, но я ей объяснил, если бы не изменял, была бы единственная, а так, самая любимая. очень популярен на роде брак по расчету, тоже помню, одна довольно интересная парочка, значит, ей 20, ему примерно 100, 20, ну, на первый взгляд, вроде бы, срок годности уже вышел, присмотрелся, вроде как-то существует, она такая стройненькая, такая очень поэтичная, такая душа, за душой, да, то, что в рифму, у него с душой Мерседес, вилла, что там еще было, склероз, а он ей не очень-то и мешает, ну, любит он простыни в полосочку, чтобы знать, в каком направлении ложиться, он мне как-то заявил, я, говорит, ее грейпфрут, я еле-еле сообразил, он имел ввиду бой-френд, а в общем, нормальная семья, она его малышом зовет, он ее старухой, мы хоть заведуем счастьем, но формулы счастья нет, вот красота, например, счастье, точно, не гарантирует, иной красавчик, а страсти, аж губы лопаются, у жены ноль эмоций, другая, бесформенная толстуха, у нее одна фотография два кило весит, ее муж обожает, ему с ней зимой тепло, летом он у нее в тени, на радостях пальто однотонное ей купил, скоро двухтонное купит, я, знаете, на что обратил внимание, женщина, вот может полюбить, непонятно почему, вот могут прийти уже хотя бы потому, что, ну, ей скажем, с ним неплохо, все, запросто, уже могут прийти, вон, наш охранник, Федор Степанович, ну, что в нем особенного, ну, приятная такая, глуповатая улыбка, в перемешку с лосьоном, женщинам нравится, наш жилищик, Вера Ивановна, с ним в кафе сходила, он мне потом хвастался, с Верой Ивановной, говорит, так посидели, так посидели, аж на пять тысяч, я говорю, чего так много, ничего не много, нормально, к тому же у нее больше не было, а вот мой сосед, важный такой, кандидат наук, вот, его женщины недолюбливают, потому что такой человек, вот, пока все хорошо, все хорошо, как одна подружка ему позвонила, Вася, это ты, что делать, я беременна, неправильно набран номер, любовь, это такое чувство, когда рядом с ней, чувствуешь себя нежным теленком, и веришь, что ты самый умный, самый талантливый, что таких еще земля не рожала, ну, а со временем, она уже ваша нынешняя жена, делает глупость за глупостью, городит всякую чушь, и послал бы все к черту, но не можешь, потому что тебе не безразличны ее нервы, потому что ее боль, это твоя боль, потому что сам страдаешь из-за того, что страдает твоя любимая дура, понимаешь, что любовь, это не только радость, но и мука, и все-таки, как бы ни складывалась жизнь, мы прямо идем домой, потому что нам больше некуда, тут наша бухта, тут брошен якорь, тут ждут тебя маленькие матросики, и только тут надо ковать свое счастье, и трижды прав мудрец, сказавший, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома, любить вам и быть любимыми. Скажите, пожалуйста, какой у вас самый любимый праздник? Новый год! Новый год! А у меня день тракториста, потому что у меня ни одного знакомого тракториста нет, и никому ничего дарить не надо. Да не, я, конечно, на себя наговариваю, люблю, подарки дарить, но знаете, вообще, это такое нервное дело, у меня самый ответственный месяц, это сентябрь, день рождения жены, ну, она у меня такая женщина художественная, ну, дело, конечно, не в цене, ну, просто по цене, она определяет, как я ее ценю. Думал, 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 что подарить? Решил эту, подарить эту чашку такую красивую с блюдцем, с чеком от телевизора. Она из такой дорогой чашки пить боялась. Ну, а вообще у меня так же, как у вас, любимый праздник, сказочный Новый год у нас на работе под Новый год, все стараются там друг дружке разные сюрпризы преподнести. Наши молодой артистки Таньки Бурыкиной под Новый год на сумке эту красивую такую снежинку нарисовали. Она потом все выясняла, кто ей на сумке букву Ж нарисовал. А нашему бухгалтеру фен подарили. Я ему говорю, что ты радуешься, как ребенок? Зачем тебе фен? Ты же лысый. А он говорит, а я в карман засуну и греюсь. А нашему актеру Ефремовичу современный такой подарок сделали. Значит, ему подарили зубную щетку, которая чистит в самых труднодоступных местах. Он потом все сокрушался, что у него в труднодоступных местах зубов нету. зубов. Ну, после Нового года сразу этот день Валентина замаячил у нас на работе, сразу все почувствовали себя влюбленными. Хотя, последний раз влюблялись в седьмом классе на большой перемене. Сейчас с годами целуются уже ближе к уху. Там меньше микробов. Ну, 23 февраля, Василия, чувствуешь себя бойцом. Мой сосед Леха со мной выпить отказался. Все, говорит, завязал. Я говорю, ну, как так? Почему? А ты, говорит, прошлое лето помнишь? Я говорю, ну, помню, а я нет. Мне на 23 февраля тоже подарочек перепал. Теща мне тапочки домашние подарила. Правда, своего размера. А то, говорит, я к тебе прихожу, мне одеть нечего. Ну, 8 марта это вообще экзамен для каждого мужчины. И знаете, вот кругом столько родных, но близких к сердцу женщин. И вот такое ощущение, что, ну, чувств много, а возможностей поменьше. Ну, помню, собрался три дня подряд, там, дарил эти, там, лаки, шампуни, шоколадки. Даже начальника поздравил. У нас начальник так любит подарки, что даже перед 8 марта всегда напоминает, что он нам как мать. Первый апрель у Ассия всенародный праздник, поржать все любят. Наш охранник, этот, Федор Степанович, свою жену Надьку с риском для жизни поздравил. Тебе, говорит, как это лучше, один большой подарок сделать или много маленьких, а Надька у него зажимистая, много маленьких, он ей взял и стакан семечек подарил. Первый мая в Ассия классный праздник, вышел на улицу покричал ура, мир, труд, май, вот так поздравил весь город, всю страну. Даже помню, с соседом отметил, а его жена Клавка караул, ему нельзя, он закодированный, врач сказал, если хоть глоток сделает, сразу агония. У соседа ни в одном глазу, тут она на дыбы, врач жулик, такие деньги подлец за агонию взял, а ее нету. И, наконец, лето, дачка, речка, заросли камыша, ищи, свищи меня в камышах, отметил тихонечко в августе свой день рождения, чтобы никого не напрягать, откинешься в гамаке недельки на две, упрешься взглядом в прохладное, уже начинающие хмуреть небо, а это первый признак, что скоро сентябрь, день рождения жены. Но, я верю, наступит время, когда нашей зарплаты будет легко хватать на подарки родным и любимым, потому что это так тяжело любить и дарить, что попало. И когда-нибудь начальник робко подойдет подчиненному и застенчиво скажет вашей супруге день рождения, примите, пожалуйста, этот конверт, не обидьте отказом. И мы не обидим, потому что это очень большой грех, обидеть хорошего человека. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...